Здравствуйте! В эфире специальный проект канала Саратов А4 «Открытые позиции». Я ведущий этого проекта Владимир Моисеенко. Сегодня свою позицию в нашей студии откроет главный судебный пристав Саратовской области Олег Владимирович Ткаченко. Полгода прошедшие являются тем рубежом, когда принято в нашей стране подводить какие-то предварительные, а для некоторых непредварительные итоги деятельности. Скажите, как наши судебные приставы Саратовской области сработали, как они работают, в каких условиях, чем вы можете гордиться и какие задачи перед вами стоят, те, которые вы будете решать в ближайшее время. Сработали в первом полугодии мы успешно. И результаты нашей работы позволяют утверждать, что мы вошли в десятку наиболее результативных регионов Российской Федерации. 930 тысяч исполнительных производств было в работе у каждого судебного пристава. Каждый судебный приставов ежедневно оканчивал почти 5 производств фактическим исполнением. Более 7 производств оканчивалось по общим основаниям. Реально взыскано 3,5 миллиарда рублей, а производств окончено на сумму 10 миллиардов рублей. Хочу вам сразу сказать, что ни в одном цивилизованном государстве не взыскивается вся сумма долга 100%. Потому что у приставов и у наших коллег из других государств в работе находится производство, где зачастую взыскать долг невозможно. Вот так сложились обстоятельства. Тем не менее приставы проявляют немало, скажем так, сообразительности и испытывают немалую нагрузку. Потому что взыскивают ежедневно в среднем 66 тысяч рублей. То есть каждый судебный пристав в Саратовской области ежедневно несет в консолидированный бюджет и гражданам 66 тысяч рублей в день. А в месяц получает не более 20 тысяч рублей в среднем денежное содержание. Раз наш разговор перешел к цифрам, скажите, пожалуйста, от вашей работы, от вашей как управления судебных приставов по Саратовской области, от вашей работы как службы в целом, что выигрываем мы? Что выигрывает город Саратов, Саратовская область? Сколько денег в бюджет именно города Саратов, Саратовской области, ваша служба принесла, наверное, не скажешь, а взыскали? Чуть раньше вы сказали, Владимир Владимирович, чем мы можем гордиться. Так вот именно этим мы и можем гордиться, что мы не сидим на хлебниками на плечах у наших соотечественников. Мы полностью окупаем сами себя и не проедаем те налоги, которые платят налогоплательщики. Ну, сравните несколько цифр. Если областное управление в год на свое содержание расходует полмиллиарда рублей, то на сегодняшний день в федеральный бюджет уже взыскано более полумиллиарда рублей, в бюджет субъекта федерации взыскано 200 миллионов рублей, 80 миллионов рублей взыскано в бюджеты городов и районов Саратовской области, и 75 миллионов рублей взыскано в качестве исполнительского сбора в федеральный бюджет дополнительно к тому, о чем я уже сказал. Скажите, вот сколько сейчас у нас в Саратовской области существует должников? Такое вообще можно сказать? Конечно, конечно. Такую цифру можно сказать с точностью до одного должника, но мы не будем углубляться в такие подробности. Я лишь скажу, что на сегодняшний день в работе судебных приставов находилось 930 тысяч исполнительных производств. Если говорить грубо, то по каждому производству есть и взыскатель, и должник. То есть, грубо говоря, 930 тысяч взыскателей и 930 тысяч должников. Это все и юридические лица, и физические лица? Да, это и юридические лица, и физические лица. Но бывают еще так называемые сводные исполнительные производства, которые числятся как одно производство, а взыскателей и должников в этих производствах может быть несколько. Какие наиболее сегодня распространенные типы долгов, виды долгов? По каким производствам больше всего должников? 900 тысяч? 930. 930 тысяч. Можете сказать хотя бы так приблизительно? Это что за долги? Это совершенно разные долги. Производство бывает как имущественного, так и неимущественного характера. Не обязательно, что по производству мы должны взыскать деньги. По некоторым производствам мы обязываем должника совершить какие-то действия или воздержаться от совершения каких-то действий. Но, тем не менее, наш остаток на сегодняшний день представляет собой следующее. Это штрафы, это госпошлина, это налоги, это алименты, это взносы в пенсионный фонд, это различного рода сборы, это долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, это долги в сфере топливно-энергетического комплекса, это долги по взысканию заработной платы. И всего таких направлений около 27. То есть 27 приоритетов, по которым работают судебные приставы, их можно охарактеризовать как основные категории исполнительных производств, по которым мы работаем. А больше всего? Больше всего это штрафы ГИБДД, больше всего это административные штрафы судов, немало налогов, но и немало задолженностей по кредитам. Тяжелая экономическая ситуация 5-6-7 лет назад, когда был кризис десятых годов, нулевых годов. Все ожидали, экономисты и неэкономисты, ожидали рост количества долгов именно по выданным кредитам. Это действительно так? Вы отмечаете увеличение исполнительных производств в взыскании задолженности по кредитам? Абсолютно справедливо. У нас немного, но растет остаток исполнительных производств по кредитам. Банки продолжают выдавать кредиты гражданам, ну скажем так, не совсем беспокоясь и заботясь о том, чтобы эти кредиты были обеспечены какими-то способами их погашения. Не всегда, особенно небольшие кредиты, обеспечиваются возможностью погашения должниками. Деньги дают всего лишь навсего по предъявлению паспорта. А затем мы сталкиваемся с такой ситуацией, что человек, который получил эти деньги, неплатежеспособен. Отсюда и причина вот этого некоторого роста остатка. Я бы, если, конечно, я сейчас прав, подтвердите. Если не прав, опровергните. Человек оказывается неплатежеспособен. Вы сталкиваетесь с этим. Я, насколько понял, что по предъявлению паспорта человек чаще всего, или во многих случаях, неплатежеспособен уже в момент выдачи кредита. Совершенно верно. Для того, чтобы выдавать кредит в современных условиях, банкам не требуется много гарантий. То ли действуя на доверие, то ли рассчитывая на какую-то возможность все-таки взыскать этот долг в будущем, банки с легкостью, некоторые, в особенности коммерческие банки, с легкостью выдают гражданам и организациям кредиты. Ну, а потом мы сталкиваемся с такой ситуацией, что даже на момент его получения за этим должником не числилось ни имущества, у него не было ни заработной платы. И самое страшное, самое негативное, что, как потом выясняется, у него и желания возвращать этот кредит не было. Но, тем не менее, пристав не может с легкостью принять решение об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания, до тех пор, пока объективно, лично не убедится в отсутствии имущества и в отсутствии иных возможностей погасить кредит, погасить этот долг. Иными словами, пока мы несколько раз не выйдем в адрес должника, пока мы несколько раз не установим, объективно не установим отсутствие этого имущества, не только со слов самого должника, со слов его соседей, со слов его близких родственников, пока мы лично не проверим условия его жизни, пока мы не получим ответы из регистрирующих органов. Но, одним словом, пока мы досконально не убедимся в отсутствии этого имущества, мы не оканчиваем производство с актом о невозможности взыскания. Хотя такой способ окончания прописан в законе, и мы обязаны это сделать, если имущества у должника нет. Это приводит к жалобам кредитных учреждений, потому что они в любом случае оказываются недовольны тем, что кредит не возвращен, но, как говорится, нечего на зеркало пенять, надо быть внимательнее, надо советоваться, в конце концов, со службой судебных приставов, потому что у нас есть информация о том, являлся ли этот заемщик когда-либо должником, и как он погашал свои долги, или не являлся. Вот если такое взаимодействие с банковской структурой появится, если банки проявят интерес, то мы сможем предоставить им очень интересную информацию о том, у кого есть наибольший риск невозврата кредитов. Сюда в эту систему информирования, вот в данном случае банков, но и я бы расширил тему, и население входит так называемый сервис банк данных исполнительных производств. Можно прямо остановиться на нем подробнее. Этот сервис доступен всем жителям нашей области, в принципе, всем жителям России. Никаких особо специальных знаний не нужно. И в то же время, в соответствии с законодательством, действующим законодательством, мы все имеем возможность проверить не только свои долги, но и долги своих контрагентов. Это правда, да? Совершенно верно. И подписаться на этот сервис может каждый гражданин, который имеет в пользовании мобильный телефон. И самое интересное, что подписаться-то должен каждый культурный гражданин, который обладает элементарными познаниями в области права, ну и старается соблюдать законы. Этот сервис является не только достижением Федеральной службы судебных приставов, но и предметом нашей гордости. И я бы еще и сказал, что он является нашей операционной средой. Приставы вне своего банка данных не существуют. Как для рыбы вода в океане, так и для судебного пристава автоматизированная информационная система. Именно работая в этой автоматизированной информационной системе, приставы возбуждают исполнительные производства, оканчивают их, взыскивают долги в электронном виде и исполняют свои обязанности. Как я уже сказал, подписаться может любой гражданин. В этом банке данных есть исчерпывающая информация о том, является ли этот гражданин должником, является ли другой гражданин должником. В этом банке данных есть информация о движении конкретного исполнительного производства, о том, у какого пристава находится производство, в каком регионе Российской Федерации, или в каком районном отделе города Саратова. Эта информация открытая и открытая по закону? Эта информация совершенно открытая и открытая по закону. И каждый культурный человек, на наш взгляд, должен быть обладателем этой информации, что делает невозможным какие-то неудобства для этого гражданина, например, при выезде за границу во время отпуска или командировки, что гарантирует этому гражданину не только свободу передвижения по нашему земному шару, но и делает его информированным во всех вопросах исполнительного производства. Обязательно ли и взыскателю, и должнику ходить к судебному приставу, приходить в районные отделы судебных приставов, писать какое-то заявление, чтобы получить информацию о том, как продвигается это производство. Наложен ли арест? Ограничен ли, временно ограничен ли выезд за пределы Российской Федерации, должник, если вдруг он ограничен, его это интересует? Есть какие-то сервисы, есть ли какие-то методики, какие-то условия удаленного доступа к этой информации? Сейчас появляются очень широкие возможности посредством личного кабинета быть в курсе движения по исполнительному производству. Думаю, что наиболее продвинутые граждане сейчас уже являются пользователями личного кабинета, потому что посредством этого самого сервиса можно не только приобретать билеты в кино или билеты на авиационные рейсы, на поезда, потому что благодаря личному кабинету можно производить оплату коммунальных услуг, оплату долгов. Также благодаря этому личному кабинету, этому сервису, можно стать подписчиком нашего функционала, нашей базы данных и быть в курсе о движении исполнительного производства не только в отношении самого себя, если оно возбуждено, но и в отношении своих близких родственников. В том числе в отношении тех близких родственников, которые с вами в одном городе не проживают, а проживают где-то в других регионах Российской Федерации, и самое главное, не являются подписчиками нашего сервиса и не имеют личного кабинета. Это могут быть наши уважаемые бабушки и дедушки, которые не стали не только пользователями личного кабинета, но и не имеют собственных компьютеров, а может быть не имеют айфонов, айпадов или иных продвинутых гаджетов. Так вот, для того, чтобы защитить их права, я очень рекомендую внукам и детям организовать возможность самостоятельно получать информацию о возбуждении исполнительных производств в отношении своих родителей, в отношении своих бабушек и дедушек, и своевременно помогать им в оплате долгов, либо оплачивать эти долги за них самостоятельно. Олег Владимирович, по нашему формату у нас есть пауза, рекламная пауза она небольшая, я предлагаю прерваться и продолжить после этой уже паузы наш разговор. Хорошо. Итак, пауза прошла, рекламная пауза. Мы в первой части нашего разговора затронули целый ряд очень важных для и государственных служащих вопросов, и для, я надеюсь, для наших телезрителей вопросов. Это банк данных исполнительных производств, личный кабинет. Олег Владимирович, очень много в этом году говорили об ограничении водительских прав. Звучит это правильно, формально, немножко по-другому. Это приостановление действий специального права. Вот как эта мера, которая появилась в арсенале у судебных приставов с этого года, я напомню, с 15 января, оправдала себя? Есть какой-то эффект от того, что в вашем арсенале на одну меру принуждения стало больше? Мы рассматриваем законом предусмотренные меры принуждения, как рычаги воздействия на недобросовестных участников гражданских правоотношений. И, честно говоря, всегда испытываем удовлетворение, когда появляются дополнительные рычаги, потому что именно они позволяют нам повысить эффективность принуждения, эффективность взыскания долгов, ну, в общем, эффективность исполнительного производства. И в данном случае служба судебных приставов, именно служба судебных приставов, была инициатором этого закона и всячески старалась ввести такую меру на законодательном уровне. Она была введена с 15 января этого года. Но мы испытали некоторое огорчение, когда узнали, что эта мера будет применяться не по всем категориям исполнительных производств, а лишь по алиментам, по производствам, вытекающим из отношений по воспитанию детей, по исполнительным производствам, о возмещении вреда, в том числе вреда от преступления, морального вреда, и по исполнительным производствам о нарушении этого самого специального права. Причем сумма долга по каждому такому исполнительному производству должна быть не менее 10 тысяч рублей. Вот это ограничения и условия применения данной меры. Но есть еще ограничения, не позволяющие судебному приставу применять эту меру в том случае, если наличие специального права является единственным источником заработка этого должника. То есть водитель, грубо говоря. Да, если водитель, кроме вот этого извоза, ничем больше не занимается, и вот этот род деятельности для него является единственным официальным, мы не ограничиваем его в праве управления автомобилем. Давайте сразу скажем, это не индульгенция для этого человека. К нему будут применены другие меры пронуждения. Это не значит, что он может не платить. Конечно, без всякого сомнения. Мы будем привлекать его и к административной ответственности. Если он является субъектом преступления, мы будем возбуждать уголовное дело в отношении этого человека и таким образом принуждать его. И в любом случае общение с приставами не очень удобно для должников, потому что отнимает как минимум какое-то время из личной жизни, потому что отнимает какую-то нервную энергию, которая требуется на не совсем приятный разговор с человеком в погонах, который пришел принудить должника к исполнению своих гражданско-правовых обязанностей. Но этот неприятный разговор был спровоцирован, или причина этого неприятного разговора – неисполнение человеком своих обязательств. Совершенно верно. Если человек культурен, он культурен во всем. И он не позволит, чтобы у него существовали долги. Если же он не согласен с существованием этого долга, он, как правило, обжалует судебные решения, или обжалует действия судебного пристава, или обжалует сам факт направления взыскателем исполнительного производства. На это время производство приостанавливается, пока не пройдет разбирательство этой ситуации в суде. И в это время мы никаких мер принуждения к этому человеку применять не будем. Но если же судебное решение вступило в законную силу, если характер обжалования является исключительно спорным, и не может свидетельствовать о добросовестности данного должника, то он вынужден претерпевать меры принуждения, которые мы к нему применяем. Такова наша работа, и такова его обязанность. Заплатите долги, и приставы не придут к вам. Быть должником в нашей стране – это не преступление, но тем не менее все мы должны исполнять свои обязательства, взятые на себя обязательства – оплачивать квартиру, возвращать кредит, если уж мы взяли кредит. Если мы взяли у кого-то деньги просто взаимы, то мы тоже должны возвращать. Можем мы сейчас очень коротко, у нас не так много времени в эфире остается, сказать, какие меры принуждения, мы уже несколько раз говорили об этом, сегодня есть в арсенале судебных приставов. Мы уже говорили о временном приостановлении специального права или, говоря проще, водительского удостоверения. Что еще? Арест имущества и его реализация, административные штрафы за неисполнение законных требований судебного пристава, уголовная ответственность, ну и ограничение права выезда за границу. Это наиболее существенные, ощутимые для должников меры. Те, кто следит за деятельностью судебных приставов, или те, кто активно читает, пользуется информацией, предоставляемой СМИ, может создаться впечатление, что вот эта мера с каждым годом применяется все больше и больше. Вот у меня такое ощущение. Это действительно так, нет? И сколько сейчас у нас в Радской области ограничено людей, у которых ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации? На сегодняшний день таких ограничений почти 5 тысяч. Это достаточно эффективная мера принуждения должника. И нас искренне удивляет позиция некоторых должников, которые, легкомысленно относясь к наличию долга, все-таки не посоветовавшись с приставом, не заглянув в базу данных исполнительных производств, решаются выехать в аэропорт, приобрести билеты. И, что говорится, один на один столкнуться с сотрудником государственной пограничной службы, когда тот объявляет об ограничении права выезда. Вот тут начинаются звонки приставам, звонки руководства областного управления с просьбой оказать содействие. Но процедура весьма длительная на сегодняшний день. И должно пройти, ну, как минимум, несколько часов. И, как максимум, несколько дней, чтобы прошел банковский платеж, чтобы состоялась юридическая отмена ранее принятого решения об ограничении, чтобы эта отмена дошла до федеральной пограничной службы, чтобы федеральная пограничная служба сама приняла решение юридическое о разрешении выезда за границу. И люди таким образом опаздывают на тот рейс, на который приобрели билеты, все это вызывает недовольство. Но это опять из той же оперы. Нечего на зеркало пенять. Здесь, в этой ситуации, кроме самого должника, никто не виноват. Конечно. То есть никто не запрещает человеку обратиться в службу судебных приставов, никто не запрещает человеку просто зайти на сайт службы судебных приставов, посмотреть, является ли он должником и не является, определить, те, кто внимательно слушал наш разговор, если долг более 10 тысяч, то значит вполне вероятно, что к нему применена мера принудительного исполнения, такая как временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. То есть сам человек чего-то не сделал, а в аэропорту, даже если он оплатит, выехать, скорее всего, на сегодняшний момент не удастся. Абсолютно точно. Я бы сказал еще об одном нюансе. В большинстве случаев судебное решение является основанием для ограничения права выезда. И человек не может не знать о том, что такое судебное заседание состоялось, что судебное решение было провозглашено, и вся его неосведомленность – это от лукавого. Степень лукавства большая, когда есть человек. А я не знал, что я должен. Конечно. Все прекрасно все знают, тем более все, что касается непосредственно их. Олег Владимирович, спасибо большое за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Я очень надеюсь, что наша с вами встреча не последняя, что мы еще поднимем целый ряд сложных и интересных для наших телезрителей вопросов, связанных с деятельностью судебных приставов. Спасибо вам. Ну, а я на этом прощаюсь. Смотрите нас на следующей неделе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!